Статус безработный не всегда является приговором. Ведь у многих жителей Камчатки, которые по тем или иным обстоятельствам потеряли работу, есть возможность изменить ситуацию к лучшему. Благодаря мерам краевой поддержки бизнеса, многие безработные начинают открывать собственные предприятия. Так произошло и с Николаем Свешниковым, который открыл собственную столярную мастерскую. Обратившись в Центр занятости населения Петропавловска, он заранее знал, что существует программа самозанятости населения, в рамках которой начинающим бизнесменам предоставляется финансовая поддержка, формируется пакет документов, необходимых для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Я проходил какие-то курсы, не помню название, дипломы, они не повышение квалификации, это вот именно азы бизнеса, азы построения каких-то моделей, как правильно распоряжаться деньгами. Это все вот в каких-то центрах поддержки предпринимательства. Я приходил, оставлял свои координаты, потом люди сами на меня выходили, звонили, предлагали. Как утверждает молодой предприниматель, работы на Камчатке много. И если человек решил чем-то заняться, то ему может помешать только собственная лень. Ведь меры поддержки малого бизнеса не являются чем-то уникальным эпизодическим. Они носят в Камчатском крае масштабный характер. Важно уметь распорядиться этими возможностями. И в регионе создано немало институтов, действующих под эгидой агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края, которые детально сориентируют в мерах поддержки и условиях их получения. Не каждый сможет. Кому-то очень комфортно сидеть на стуле, зарабатывать стабильные деньги, работать в кондастри, пересчитывать какие-то столбики. Ему это нравится, и он чувствует себя на своем месте. То есть это неплохо, это нехорошо, это просто человек на своем месте. Я, например, в какой-то момент понял, что я не на своем месте. Я сделал все для того, чтобы, ну, найти себя. Найти себя. Я рад, что я пришел на биржу, что мне посоветовали в какой-то момент, и мне там помогли. Мне очень там помогли. То есть я прям не люблю эти бумажки все. Мне посоветовали человека, который мне поможет. Со мной занимались, водили за руку. То есть расписали мой месяц по дням, когда мне в кое-время прийти и все мне ничего не надо было только главное соответствует пунктам знаете когда вы троечник школе вам только ходите на пары и вы все сдадите то же самое то есть все я потом я доволен то есть но вот этим всем сейчас у меня тот же самый грубо говоря проект я скачу также вот это у меня там по пунктам я иду постепенно к нему есть план я вот хочу сейчас организоваться и потом взять ну более большой субсидию любограм то есть у меня есть пару идей которые я хочу воплотить то есть сейчас я иду вот в этот вектор и я уверен что как бы нет никаких пределов николаем свешниковым выполнено немало интересных заказов на его счету интерьерное оформление общественных помещений также он постоянный участник различных мастер-классов сейчас он обустраивает современную мастерскую в помещении которая недавно арендовал и подумывает купить деревообрабатывающий станок с числовым программным управлением в бизнес-планах расширение клиентской базы что позволит николаю дать работы двум-трем специалистам с достойной зарплатой и молодой предприниматель не сомневается что все запланированное ему удастся воплотить в жизнь